Всем привет! Сегодня я приготовлю рыбные котлеты. Сегодня у меня не готовый фарш, как в предыдущий раз. Я готовила уже из готового фарша горбуши. Я сходила в магазин, купила рыбу. В магазине это называется свежемороженое. Взяла хека. Да, это хек. Я его порезала, удалила кость внутреннюю, я подготовила вот такими кусочками и мариновала немного в соусе терияки. Мой любимый соевый соус, как маринад. В нем уже и соль содержится, и вкус какие-то. Буду прокручивать рыбу на мясорубке. Необычная, доисторическая. Ножи к ней новые я купила, сейчас буду крутить. И также добавлю фарш в рыбный, шампиньоны. Посмотрю, если хватит трех, будет три или чуть-чуть побольше. Для себя, когда готовлю, лук я в фарш не добавляю, муку тоже не использую, крахмал не использую, потому что мне нельзя. Посмотрю, каким получится фарш. Если нужно, будет при необходимости, добавлю для связки фарша одно яйцо. Думаю, что грибы, наверное, должны связать всю эту массу. Буду смотреть. Сейчас я прокручу грибы и рыбу, чтобы получился фарш. Ну вот, фарш я прокрутила, но для меня маловато будет грибов, и я решила еще добавить еще два шампиньона в фарш. Вот так разломаю их. Буду прокручивать туда же. Все очень быстро делается. Сейчас уже буду вмешивать, добавлю немного сушеного укропа в фарш и буду формировать котлеты. Смотрю, надо добавить туда яйцо для связки или нет. Фарш у меня готов. Для связки я решила, что все-таки одно яйцо я добавлю. Немного перца черного добавлю в фарш. Немного посолю. Совсем чуть-чуть. В соусе терияки соль присутствует, поэтому совсем-совсем капельку. И добавлю сухого укропа. Все приправы, соль можно добавлять по вкусу. Кто как любит. Я мало соленые ем. И разбиваю туда одно яйцо. Все вымешиваю и буду уже готовить котлеты. Котлеты мои готовы. Просто фарш рыбный, грибы, шампиньоны и яйцо. Ну, так как у меня остался еще фарш немного, я решила, что можно мужу сделать котлеты рыбные еще. Ну, он не придерживается такого питания, какой придерживаюсь я. Я взяла одну небольшую луковицу очень мелко ее порезала. Меня муж любит, когда не перемолотый лук через мясорубку, а именно вот такими небольшими кусочками похрустывает на зубах. Любитель лука. Отправлю в фарш. Ну, так как против муки муж тоже ничего не имеет, добавлю одну столовую ложку с горкой муки, чтобы поплотнее масса вышла. Свои котлеты я буду запекать в аэрогриле. А котлеты мужу пожарим на сковороде. Сейчас вымешаю все. У мужа я немного еще соли добавлю. У меня не приверженец здорового особого питания. Любит все для меня вредное. А для него это вкусно. Все, перемешаю и сделаю котлеты. Котлеты для мужа я сформировала, немного обваляла в муке. Буду их делать на сковороде. Свои конфеты я буду делать в аэрогриле. Я его немного прогрела, чтобы он был теплый, а не холодный, чтобы у меня белок рыбных котлет сразу схватился. Сейчас я поставлю свои котлеты внутрь в чашу аэрогриле. И на температуре на данном аэрогриле 205 градусов. Включу на 20 минут. Буду смотреть по готовности, как они будут готовиться. Ну и естественно в процессе приготовления я их еще переверну, чтобы они у меня зарумянились с двух сторон. Буду ждать, пока пройду действие. Котлеты для мужа, как я уже сказала, буду готовить на обычной сковороде. Плиту я уже включила. Налью на сковороду масло. Растительное. Сейчас подожду, когда у меня сковорода разогреется, она у меня уже нагрелась. И буду выкладывать на нее котлеты. Буду с двух сторон обжаривать до золотистой корочки. Котлеты с одной стороны у меня уже поджарились. Я их переверну, чтобы они поджарились на другой стороне. Запах стоит очень приятный, рыбный. В первом видео, когда я готовила из готового фарша лососи или горбуши, у котлет не было такого ярко выраженного вкусного рыбного запаха. Вот такие котлеты получаются. Уже до готовности их доведу. При обжаривании. 10 минут у меня прошло с момента начала приготовления котлет в аэрогриле. Сейчас я попробую их перевернуть. Как видим, у меня уже сверху они немножечко зарумянились. Из них вытек лишняя влага вышла все-таки. Шампиньоны и яйцо дают, так как муки нет совсем. Но котлеты держат форму, поэтому я их сейчас так переверну. И продолжу обжаривать до готовности уже. Запекать. Не обжаривать, а даже запекать. Вот видите, они не разваливаются. Да, иногда бывают в таких продуктах, в которых для связки нужна мука. Они немного по виду страдают, по красоте. Я думаю, сейчас когда у меня обжарится, будет совсем другой вид иметь. Будет очень красиво при подаче. Поставлю на 20 минут. Но буду также смотреть, сколько по времени нужно будет для приготовления до готовности котлет. Прошло 15 минут. Я вижу, мои котлеты уже готовы. И сейчас я перерву процесс приготовления. Смотрите, котлеты, да, они запеклись и снаружи, и сверху, и снизу. И сейчас я их переложу на тарелку. Котлеты сохранили свою форму, несмотря на то, что у них не было муки. На фарш для моих диетических котлет ушел только фарш из рыбы хека, шампиньоны. И яйцо я добавляла. То есть котлеты мои полностью готовы. Котлеты, которые я готовила для мужа на сковороде с добавлением муки, тоже готовы. Вот такие красивые получились, подрумяненные. Они мягкие, нежные, потому что фарш рыбный был сочный. Грибы тоже сочность дали. Попробовать я их не могу, так как в них содержатся мучные продукты. Я они даже не пробую. За 5 лет я не попробовала, не съела ни одного продукта, содержащего муку. Крахмальные, крахмал где-то чистый содержится тоже. Ну, мои котлеты, свою котлету я могу попробовать. Вот она мягкая, сочная получилась. На разрезе видно, что фарш пропекся, он готов. Сейчас я попробую кусочек. Как видите. Да, котлета готова. Она очень вкусная, очень мягкая, очень сочная, в отличие от моих предыдущих котлет, которые были сделаны из готового фарша горбуши. Хек с грибами очень сочные получается сочетания. Вкус обалденный. Ну, и хочу сказать, как видите, не все то, что полезно, не вкусно. Вот так я ем, готовлю параллельно себе, мужу. Ну, не знаю, дети у меня рыбу не очень любят, но, может быть, котлету сегодня попробуют. Все зависит от настроения, какое у них настроение. Гарнир можно любой. Мужу я с картошкой подам котлеты. Себе сделаю запеченный в гриле корень сельдерея. Очень тоже вкусно и полезно. Ну, так вот я питаюсь. Практически ни в чем себя не обделяю. Ем те же продукты, только без добавления мучных, жирных и, не знаю, каких-то таких продуктов, от которых легко отказаться, как оказалось на самом деле. Все, кто смотрел видео, большое спасибо. Ставьте, пожалуйста, пальчики вверх, не забывайте. Пишите комментарии, с удовольствием отвечу на ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Всем хорошего настроения. Пока-пока.